Всем привет! Добро пожаловать обратно в выживание на ферме. Прошлая серия закончилась на достаточно трагичной ноте, я бы так сказала. В общем, я очень расстроилась, всё плохо, все голодают, мы никак не можем выбраться из этого всего. В общем, у нас оказывается ещё и в симсах дискриминация беспылесосных. Ну, то есть, кроме как пылесосом мы никак не можем убрать пыль, а пылесос, пылесос не работает на участке без электричества и никак иначе мы не можем убрать, что меня, мягко говоря, разозлило. Я тогда тут бомбила очень сильно. В общем, я расстроилась, мне казалось, что, в общем, я вообще провалила этот челлендж уже в самом начале. Но я взяла себя в руки. Как видите, Бенедикт выглядит очень хорошо, хотя у него ужасное настроение, потому что ему не нравится, что у него происходит в доме. Но я решила эту серию записать в идеальном настроении. Вот я буду всё воспринимать с оптимизмом. То есть, мы сделаем так, что, ну, короче, всё, что с нами случается, это всё хорошо, это всё к лучшему, это делает нас сильнее, это делает... Ну, вот всё идеально, всё хорошо. Даже порванные верёвки. Я не знала, что они так делают. У нас порвались верёвки, у нас пропала практически вся еда в холодильнике, то есть, практически вся наша еда. У нас ещё там воняет хлев, у нас тут курочки наши, как обычно. Да, мы так и не подружились с этот... Ладно, так, давайте по порядку. Я с кроликом хотела сказать, мы не подружились, забыла, как это называется. В общем, оптимистично же, оптимистично. Так вот, первым делом нам нужно, конечно же, как можно быстрее включить всё-таки электричество, ну, провести, точнее, электричество и воду на этот участок, потому что без них это, мягко говоря, кошмар. И нам нужно положить на это все силы. Плюс нам нужно всё-таки подружиться с зайчиками, кроликами и птичками, потому что мне убедительно, как бы меня убедили в том, что это очень важно, это очень нужно, это очень сильно облегчит мою жизнь, а нам это очень сильно нужно, поэтому сегодня, скорее всего, мы поедем в пень, в том плане, что есть же где-то в лесу этот пень с кроликом, потому что вот до этого я даже мельком так пересматривала свои предыдущие серии, у меня было какое-то бесконечное количество кроликов, которые сновали тут туда-сюда. И всю прошлую серию, которой я хотела познакомиться с кроликом, их не было. Потом я сама играла, их не было, вы понимаете? Зато я вам сейчас кое-что покажу. Сейчас-сейчас-сейчас, давайте сейчас пройдёмся. Из-за того, что у нас не было кроликов, зато смотрите, кто у нас появился. Да, вот такая вот чудовище, такое маленькое, смешное, к нам прибежала, прибилась и сказала, что теперь я буду здесь жить. Ну, мне кажется, коты так и заводят себе дом, просто приходят и не уходят. Вот, в общем, у нас теперь вот такой вот котейка. По-моему, этой девочке я ещё не разобралась. В общем, она у нас только прибилась, поэтому нам нужно тоже ей мисочку, как минимум. Кто она у нас? Тофу. Она у нас тофу, вы понимаете? Она будет немножко разбавлять нашу жизнь, делать её веселее. Как мы видим, у нас ещё нету урожая, то есть у нас будет завтра урожай. И, в принципе, я хочу завтра только пойти всё продавать, потому что выходные, насколько я поняла, у нас, короче, всё дешевле. Ну, не дешевле, наоборот, плюс 10 к прибыли. В нашем случае это очень сильно нужно. Плюс, пока вас тут не было, я заставляла Бенедикта бесконечно вот в нашем прудике удачить, удить. И, короче, мы же заселили туда много хорошей рыбы. У нас есть форель и тунец. Вот, как видите, здесь 38, 35. Что здесь? Форель 23, 20. Ну, короче, немножко он рыбки половил. Мы, кстати, здесь удобрение купили, чтобы побыстрее выращивать наши вот эти крупные растения. Но пока что я его не буду применять, потому что, ну, зачем, они уже завтра вырастут, и я только испорчу удобрение. Но если оно действительно сильно ускоряет рост, то, в принципе, дешевле будет покупать вот это удобрение, если, например, в два раза будет ускорять рост. То есть мы за неделю сможем в два раза больше урожая продать. И как бы оно окупает себе, это удобрение, потому что оно не очень дорого, по-моему, 35 миллионов всего. В общем, к чему я это все веду? Во-первых, дети в школе. Во-вторых, Бенедикт сейчас все это приведет в порядок, и мы поедем знакомиться с кроликом, чтобы это как-то немножко облегчить. А завтра мы поедем продавать весь наш урожай. Я думаю, что мы соберем урожай и будем копить 10 тысяч. Короче, как угодно. Но нам нужно за ближайшие дни накопить эти 10 тысяч. А еще купить хлеба. Потому что у нас закончилась еда. Я не знала, что в холодильнике так все быстро пропадает. Возможно, я забыла его. Давайте пока он будет ухаживать за садом. У нас эти тут дожди, как обычно начался. Как вы знаете, мой любимый дождик на этом участке. Вот наша котичка. Хорошая такая, маленькая котичка. Такая плюшевая девочка. Теперь у нас есть. Ей надо, кстати, мисочку купить. Она так дороже с тебя ходит. Ой, хорошая какая. Так, в холодильник я хотела заглянуть. Для этого нужно опуститься. Так, так, так. У нас тут, короче, все вообще плохо. Возможно, я забыла добавить лед, как я уже сказала. У нас со льдом, да. И сейчас я посмотрю, что у нас тут вообще. Так, взять остатки пищи. Нет, открыть. Нам нужно открыть. Вот, яйца испорчены, вы понимаете. Котичка, по-моему, хочет кушать. Так, груша у нас еще нормальная. Мука у нас есть. И у нас есть два сахара. Бессмысленных, сахара, которые нам ничего не дают. И сыр, который я сделала два, блин, впрок. Один мы вообще еще не доели, второй еще не начали есть. И один день он остался всего лишь. И это просто ужасно, потому что... Блин, что он там рассказывает? Ну, короче, надо выпросить. Так, у нас, по-моему, котейка хочет кушать. Мы заправили лед, но что-то не могу брать. Что он там делает, мне интересно. Давайте его покормим, пока у него нету. Этой миски. Мы чуть позже купим ему миску. Честное место купим. Нам, кстати, нужно... А его же можно починить, правда? Да, чинить. Заменить за сто. Обалдеть. Это слишком дорого. Бенедикт что-то расслабился. И это тоже серьезно. Я немножко этот... Все оптимистично. Это все к лучшему. Я не знала, что веревки рвутся. Теперь они мне показали, что они умеют рваться. Плюс Бенедикт сейчас прокачается. Свои навыки, механики. И что он... Ну, короче, он будет хорошим механиком. Сможет улучшить... Курятник может, кстати. Они вот этой, кстати, раковиной вообще не пользуются. Которую ему специально. Покупала такая, типа... Корова спряталась от дождя. Все понятно. Почистить хлев, пожалуйста. Так, у меня соломка там есть. Хорошо. Хорошо. Курятник, мне тоже кажется... А, чистый. Все хорошо. Так, в общем... Ну, как обычно, придется подождем все делать. Ага. Он его покормил, и сразу друзья. Вот так вот. Какой он из Катейкин. За еду дружить начинает. Ну, такой хороший. Мне он так нравится. Вот так вот. Видите, какой он... Что такое? Мастер-ло-мастер при... Не нравится. Не-не-не-не. Механика у нас должна быть в приоритете. Что ты мявкаешь? Хороший наш. Ну, он этих час занят. Он не может с тобой. Так, нам нужно в этом всем разобрать на детали. Мы просто так ничего не выкидываем сейчас. Между прочим. Мы... Все в дело. Все в дело. Нам все нужно. Какой-то подозрительный звук. Видите, как он вообще... Он в ужасе от своего дома. Невыносимая грязь. Он в дискомфорте от неприятного окружения. Он в дискомфорте от неприятного мокрого. Все плохо просто. Максимально. А что котейка пришел? Мне кажется, котейка выбрал себе хозяина прям точно. Что у нас детали для улучшения появились? Ну, кстати, пока он чистит хлев, он может получить какому-нибудь удобрение в прошлый раз. А что такое? А, он очень хочет писаться. Ну, ладно. Пусть идет. Короче, когда чистишь хлев или курятник, можно получить удобрение. Ну, в принципе, это логично, потому что, когда вы чистите хвост постройки, да, можно так... И что? Вот почему ты все взял и отменил? Вообще все. Взял и отменил. Ну, что это такое? Что ты за человек или стим, или кто ты вообще? Да, кстати, здесь вообще практически ничего не сделал. Ни жуков не потравил, ничего. Что-то он сегодня странный очень. Ночь. Лес. Дождь. Довольный Бенедикт. А это значит, что мы только сейчас закончили все дела. Да, да. Уже ночь. Но Бенедикт только-только все доделал, потому что там еще что-то сломалось. Потом еще что-то случилось. Потом дети пришли со школы. Они там, правда, немножечко помогли. Спасибо большое, что теперь можно детям обрабатывать сад. И это какой-то подарок небес, я считаю. Так вот. Ночь, конечно, на дворе, но еще не так поздно. В принципе, ничего страшного. Поэтому я решила, что пора, пора идти в пень. Искать. А еще смотрите, что у нас тут с деньгами. Мы когда с вами расставались, было где-то 100 символионов. Вот. А это заработали детишки. Вы представляете? Ну, то есть у нас же малый, получается, вяжет, вяжет. И он... Я все продаю, потому что он не может через продавито это все продавать. Поэтому я просто через его багаж это делаю. Вот. В принципе, не вижу здесь ничего криминального. А старшая девочка, наша Хлоя, она же вышивает. И она тоже это все продает. Да, там получается, за счет того, что все-таки нужно за материалы платить, когда ты вяжешь и как ты это вышиваешь. Но за счет того, что они уже немножечко прокачались, то их продукция немножечко больше уже этих материалов стоит. И они, короче, заработали 400 символионов. Ну, 300 получается. Там плюс-минус. Я считаю, это очень круто. На самом деле, мы завтра соберем рожай у нас. Там еще был арбуз, на который я вылила способствовать... Нет, не способствовать росту. Короче, чтобы он, короче, гигантский вырос арбуз. Я надеюсь, мы завтра поедем с гигантскими арбузами. Мы когда-нибудь выйдем на выставку, честно. Мы сходим когда-нибудь на выставку. Выставим и тыкву, и арбуз, и ламу мы приведем. Но пока нет. Пока не сейчас. Но я очень сильно хочу. Но пока нету сил, я думаю, что бессмысленно. А на это тратится очень много времени, которое мы можем порабачить. Так, слушайте, мы пришли сюда вообще-то к этому. Где-то же здесь должен быть эта штуковина. Как ее? Ну, пень этот. Ищем пень. Вот здесь какая-то улитка. Но улитка не... Я помню, по видосикам... Вот. По видосикам я помню, что где-то здесь. Эй, выходи. Попробуй выманить кролика. Я знаю, что ты уже спишь. Ну, прости, Бубочка. Уже, да, 10 часов вечера практически. Но нам очень надо. Я занятой отец. Два их детей. У меня там ферма и все такое. Поэтому свободное время есть только сейчас. И силы. У нас даже что-то есть с собой, кстати. Так, еще раз. Пожалуйста, выходи. Кролик, кролик, выходи. Ну, давайте скрестим лапы. Нет, не выйдет. Серьезно? Вы серьезно? Он к нам не выйдет? Мы зря приехали, да? Видимо, да. Понятно. Я вообще не расстроилась. Вообще. Нет. Вот вы знаете, вообще не расстроилась. Нет-нет-нет. Я совсем не расстраиваюсь. И не злюсь из-за того, что мы ехали в такую даль специальную для того, чтобы познакомиться. Где-то же здесь еще должна быть этот с птичками отдельная. Где-то же... Тут было, насколько я помню. Блин, темнота такая ничего не... А, вот. Давайте будить птиц. О, подарки. Вручить подарок. У нас ничего нету, да? Насекомые, овощные блюда. А так, мы же можем. Бенедик должен дождаться, когда проснется. Короче, зря мы приехали. Зря. Ну, давайте хотя бы порыбачим. Нам нужна еще новая рыба. Чтобы у нас разная была. Где же можно рыбачить? Или нельзя? Собирать воду, купаться на гешом. Нет. Нет. Что, и порыбачить здесь нельзя? Вы серьезно? Мы вообще зря приехали? Ну... Бум-бум-бум. Все хорошо. Я не расстраиваюсь. Нету значка. Нету. Короче, поехали. Завтра приедем днем. Хотя нам надо, конечно, на ярмарку. Ладно, мы успеем. Нам дети помогут, я надеюсь. Помогут. Помогут? Помогут. Где наш Бенедикт? Короче, зря мы приперлись. Ладно. Встретимся завтра. Итак, новый день. И Бенедикт решил залезть почему-то в кусты и пожаловаться на жизнь. Но на самом деле ему есть на что жаловаться и мне на что жаловаться. Потому что мы с вами расстались после того, как я немножечко расстроилась с тому факту, что мы слишком поздно пришли знакомиться с кроликом. И я такая думаю, ну ладно, я на следующий день приду. Суббота. Мы там продадим все наши продукты. Все будет отлично. Но. Суббота была днем не очень хорошим, я бы так сказала. Мягко говоря. Потому что вчера весь день лил дождь с грозой. И мои персонажи не хотели выходить из дома вообще. Но дома было настолько грязно, что они хотели оттуда выйти. И они ничего не могли делать, потому что у них было плохое настроение. Из-за того, что дома очень грязно. На улице гроза. И они не могли даже в туалет сходить. Потому что они туда шли, пугались и убегали. Вот. Это если без эмоций рассказать. Плюс мне постоянно начали сыпаться сообщения о том, что такая-то курица от вас уйдет. И такая-то. И корова скоро у вас как бы умрет. Потому что вы ее не кормите, не чистите. Вообще она на вас обидится. И персонажи не могли пойти и почистить корову. Потому что был дождь. Потому что была гроза. И. Ну, короче. Вчера был ужасный день. Просто самый отвратительный. Мне кажется, от напряжения у меня лопнул сосуд в глазу. Потому что я ничем я не могла сделать. Мои персонажи в ужасном настроении. В ужасном состоянии. Сейчас я их немножечко подправила, подлатала. Я тут даже уже использовала чит-коды. Ну, точнее, настроение. Потому что они просто начали уже присылать мне сообщения о том, что сейчас ваш персонаж умрет. Потому что, типа, слишком загрязненная обстановка. А на улице, как я повторюсь, они не могли выйти. И, в общем, это было одище. Я его не снимала. Потому что, ну, зачем это все? Потому что мы выслушали только мое ругательство. Вот. В общем, как я в прошлой серии говорила о том, что, похоже, я не исправляюсь. Я решила немножечко поменять условия. Поэтому сегодня мы потратим практически все деньги. Ну, короче, я... Мы сейчас все продадим. У нас там много чего. Вот. И мы заплатим хотя бы часть от этих 10 тысяч, которые я сказала, что нужно для того, чтобы провести воду. И мы включим воду и электричество. И что-то с этим сделаем. Потому что дождь наконец-то закончился. Мы поубираем дома. Мы постираем вещи. И как-то все это. Потому что... Нет. Не получается. Иначе. Иначе никак не получается. Я не могу больше так жить. Выпустите меня отсюда. И Бенедикт, видите, он тоже. Ну, я его немножечко уже привела в чувство. Но до этого это был просто ад. Это реально был ад. Я не знала, что настолько плохо бывает. Так. А, все-таки дождик идет? Серьезно? Ну, короче, он должен сегодня идти. Продавая предметы. У нас тут, кстати, зато от вчерашней ливни у нас какой-то кристалл. Видите? Он очень дорогой. Редкий. Мы сейчас его продадим. Мы все продадим. На самом деле. Мы все вообще будем продавать. Вообще-вообще все. А мы еще, кстати, я купила мисочку. И этот лежан... А, нет, лежаночку я не купила. Туалет я купила для нашего кота. У нас, оказывается, кот очень обученный. И он ходит только в платочек. Вот. А у нас нет еще внешней мусорки. Поэтому мы погрязли в мусоре просто по самые уши. Я же вам говорю. Это просто... Я не знаю, что. Что это, но... Ну, это какой-то кошмар. Так. Что у нас? А, у нас, кстати, оранжевое яйцо есть одно. Я покупала вот эту добавку из тыквы. Но всего одно яйцо. Я думала, что будет больше. Оно того не особо стоит, если честно. Лучше больше яиц. А, у нас еще... Оказывается, у меня был один цыпленок. Он вырос. Вот. Теперь у нас четыре полноценных курицы. Я думаю, что... Там нужно максимум восемь куриц в один курятник. Я думаю, что мы еще будем покупать куриц. Я думаю, что мы все-таки одного петуха. Кстати, можно одного петуха завести, чтобы, ну, разводить уже кур. О, слушайте. Я использовала вот эту добавку. И одна тыква у нас 177. У нас всего две тыквы. А не четыре выросло. Ну, вы знаете, мне кажется, в этом есть какой-то смысл. Ну, в смысле, в добавках вот для растений. Так, у нас четыре тунца. Мы, кстати, вот это удобрение жизненные соки. Два шаболи. Ага, вот. Вот это я добавляла. И в прошлый раз я его тоже нашла в сарайчике. Ха-ха-ха. Что там? Где у нас? Корова, короче, живет, где. Я убирала и, в общем, нашла. Вот. Так что надо было еще купить. И вот все крупные растения эти поливать этой штукой. Это действительно работает. И это действительно, ну, как бы, оно выгодно. Короче, мы всего 2000 накопили, да? Окей. Этого у нас 2000. Этого, конечно, очень мало. Давайте еще этот... Эй, продавайся. Ну, только что я могла продавать. Я его могла вроде продавать. Ай, нет, я игрушку не хотела продавать. Это он ее выловил. Где-то что-то ловил и выловил, короче. Так, ладно. Я, конечно же... А, это только в субботу, получается, у нас. Мы прошляпили все. Давайте посмотрим, что у нас там в магазине для садоводов. Еще удобрения, наверное, куплены. Семян еще купить. Может, выращивать только тыквы? Какую? Хотя лучше. Баклажар. Какая разница. Короче, дождь еще идет, кстати. Блин. Сейчас мы все-таки поедем, кстати, к кроликам. Сейчас день. Так, белковое лакомство из рыбы. Рыбное лакомство, которое, на удивление, нравится животным. И настолько, что они дадут больше яиц, молока и шерсти. О, круто. Мы, наверное, его сами можем делать. Ну, давайте купим. Попробуем. А, ну ладно, только. Так, животные белковые, лакомство из тыквы. Коричневого цвета. На ламу нам надо бы еще завести. Так, что я сюда пошла? Я не сюда пошла. Я хотела варенье, кстати. О, из жвачной ягоды. Давайте купим жвачную ягоду. Для такого нету, наверное. Семена арбуза, баклажана. Они, оказывается, разные по этому. Кстати, я так понимаю, что вот эти семена грибов, они разные грибы там вырастают. Ну, то есть у меня вырастали и стандартные шампиньоны, и какие-то более темные грибы. Так, семена кровавых плодов, тыквы. Давайте в этот раз только тыкву посадим. Так, травы, цветы для новичков. Все, что ли? И все? Серьезно? Так, ладно. Так, значит, а у нас еще, кстати, осень наступила. Все, зима близко уже максимально, но мы сегодня уже все. Я на самом деле отниму у них всего тысячу. Короче, каждую неделю будем платить по тысяче, или сколько они там смогут. Ну, я буду постепенно отнимать у них эти деньги и заплатим. Мы четыре. Какие четыре? Десять, как я говорила, но постепенно. Все, наверное, давайте поедем в лес. У лес. Будем все-таки знакомиться с кроликами. Надо хоть как-то поднять себе настроение, потому что снова лес, снова дождь. Но в этот раз у нас все-таки светло. Сейчас всего 12, по-моему, или час дня. Ну, короче, еще белый день. Вот, все нормально. Несчастный Бенедик, потому что я вот уже достал этот дождь. В общем, я думаю, мы можем идти и выманивать кролика. Где-то же мы его где-то, где-то, где-то. Вот он. Вот здесь мы его видели. Иди, короче, и выманивай кроля, потому что нам нужно подружиться, чтобы он нам помогал. А потом пойдем, короче, делами заниматься, потому что дел много. Мы потом придем в наш участок и отменим без удобства. Вы представляете? Наконец-то они смогут принять нормальную душу. Они смогут пропылесосить. Они наконец-то смогут пропылесосить. Вы себе не представляете какое-то счастье. Выходи, пожалуйста. Мы ради тебя приехали. Ну, пожалуйста. Ну, королечек, хотя бы один. Выйди, пожалуйста. Мне кажется, ему дождь не нравится. Наши животные тоже вчера прятались от дождя. Я думаю, сегодня. Серьезно? Это серьезно сейчас, да? Правда? Мы не получим, да, кролика? Потому что дождь? Потому что бесконечный дождь, который меня, мягко говоря, уже томил в этом проекте. Именно в этом проекте он почему-то бесконечный. Вы заметили, что столько дождей, мне кажется, никогда нигде не было. А мы еще и подарки не можем вручить. Потому что все, никого нету, да? Не летают птички. Потому что дождь. Потому что дождь. И как тут оставаться оптимистичным? Вот скажите мне, пожалуйста. Мы не можем подружиться с этим королем, потому что дождь, и они не выходят. А уже, типа, прогноз на сегодня дождь. Погода сейчас сильный ливень. Отлично. Я так думаю, что завтра тоже будет дождь. Ладно. Едем на участок. Все отменяем. Прибираемся. И я вас подключу, когда уже все будет красиво. Потому что пока что я не могу. Я немножечко в бешенстве от всего того, что происходит. Что у меня ничего не получается. Ничего в этом проекте. У меня не получается ни заработать денег. Нормально ни прокормить. Что у меня постоянно что-то пропадает. Я не могу нормально приготовить еду. У меня все голодные, уставшие. У меня бардак в доме. И я не могу даже с королем познакомиться. У всех это получалось. Я увидела у всех в этих, в обзорах, что все легко подошли, подружились. Если я уже второй раз приезжаю, у меня ничего не получается. Так-так-так. Я к вам вернулась. Но не после того, как я все привела в порядок. Потому что я подумала, что это же самое интересное на самом-то деле. То есть привести все в порядок. Почистить. Поубирать. Сделать все красивенько. Это же самое интересное. А я вас этого лишаю. Не хочу вас этого лишать. Тем более, что серия получилась немножко такой грустной, сумбурной, непонятной. Плюс я ее снимаю уже не первый день. Поверьте мне. Вот. Я все подступаюсь и подступаюсь. Так что мы сейчас все приведем в порядок. Мы посадим новые растения. Мы наконец-то попылесосим. И, кстати, по поводу пылесоса и электроэнергии. За счет того, что вышло наконец-то еще одно мое видео. Предыдущее как раз-таки. По поводу пылесоса. Что мы не можем этого делать. Мне предложили купить отдельный электрогенератор. Или солнечную батарею. Но дело в том, что я попробовала. И электрогенератор требует топлива. Для этого нужно еще покупать отдельный жуков. Или отдельно покупать перерабатывающую эту штуку. Короче, это долго и дорого получается. И мы сейчас просто не можем себе этого позволить. Плюс солнечная батарея, я так понимаю, на накапливание. Вот. Потому что я купила две штуки. Они не сработали. Либо я, как обычно, что-то не так делаю. В итоге я решила, короче, не мудрить, не себе голову. Вот. И решила остановиться на том, что просто включила электроэнергию. Вот. И все. Я буду просто по тысяче забирать. Мы эти 10 тысяч все-таки в итоге не заплатят. Я вот уже тысячу отдала. Я купила еще, кстати, внешний мусорник. Потому что у нас его не было. И у нас, как видите, тут есть кучки. И там есть кучки. Короче, куча всего. Куча всего. Кутик-кутик. Который нам нужно тоже привести в порядок. Ну, привести и вот это все выкинуть. Сейчас дети будут, на самом деле, много работать. Потому что сегодня воскресенье. Нам вот сейчас, за сегодняшние полдня, нужно привести всю нашу фермочку маленькую в порядок. Плюс мы, скорее всего, купим ламу. Ламу-ламу. Я хочу ламу. Посмотрим, как они по рентабельности лама и корова. Как они будут нам приносить деньги. Что у нас тут? А, это было растение какое-то. Я испугалась, что нашей коровы скоро не станет. Потому что, вроде, не так давно куплено. Она еще молоденькая должна быть. В общем, будем стричь ламу, продавать ее шерсть. Посмотрим, как это все будет происходить. Как это будет по навару, так сказать. Вот. Возможно, мы ламу поменяем потом на корову. Конечно, чисто объективно, наверное, лучше бы корову купить. Ну, это я, как практичный сельский человек, корову всегда хорошо. А две коровы еще лучше. Вот. Но для разнообразия, я думаю, мы заведем ламу. И заведем еще кур. У нас есть еще деньги. Мы, в общем, купим еще парочку курочек с удобрением... Ну, не с удобрением, а с специальным кормом для кур. Короче, фигня полнейшая. Потому что вы покупаете этот пакетик за... Ну, тыквенное угощение за 30 миллионов. В итоге им можно покормить всего одну курицу. И она снесет вам одно желтое яйцо, которое не 10, а 15 стоит. Как бы не очень. Потому что, я так понимаю, если напоить, там, вот, накормить, точнее, курицу как раз-таки корову, то она за счет того, что даст 6 бутылок молока, то, ну, будет какой-то смысл. Я так понимаю, что есть какие-то еще эти лакомства, которые еще что-то дают. У нас, кстати, что-то здесь есть. Удобрение быстрый рост и удобрение жизненной соки. Ну, короче, как вы поняли, сейчас мы идем и пылесосим. Мы пылесосим, наконец-то все, мы пылесосим. Потому что я уже немножечко устала от этого бардака. Ой, у нас тут, видите, еще котечка у нас же даже. Вы же вспомните же. Так. Женщина, вы у нас чистите лоточек. Вы у нас выбрасываете мусор. Я надеюсь, вы и весь мусор выбросите. Тикс. Видите, у нас тут просто капец, на самом деле. Вот тут. Ну, я надеюсь, они сейчас сами сообразят. Малыш, ты сначала идешь в туалет. Нам, кстати, еще туалет надо почистить. Хотя оно уже вроде не пахнет. Сходи, пожалуйста. Нам бы еще постирать. У нас еще дождик. Ладно. Дождик в солнце, это не так страшно. Иди, поли. А почему ты не можешь прополоть? А. Ну, сначала в туалет сходи. И будем убирать, стирать, готовить. Это, на самом деле, тоже иногда весело. Особенно, когда сильный бардак. Вот это ощущение, когда вы можете наконец-то все убрать. Это так кайфово. Ай, малой спит этот пылесосец, смотрите. Ай, ему по боку. У нас, кстати, по-моему, ленивое животное. Ему хорошо. Так, ну что, она станет прям сразу чистая же, правда? Чистая труба, чистая. Так, у нас там еще пылесосить и пылесосить. А что малой до сих пор еще в каком-то трансе? Ему до сих пор как-то не очень. Да? Нам кто-то там звонит. Ага, ты хочешь помыть ручки. Ну что у нас тут? Что у нас не становится чище, или мне кажется? Вот какие-то пылюки. Нет? Этот кот, конечно, это что-то с чем-то. Да я знаю, что у нас грязно. Я в курсе. Ты представляешь? Можешь тоже выбросить мусор. А, он ничего не может делать. Ему настолько плохо, что он вообще ничего не может делать. Так, он закончил пылесосить. Подождите. Но он же не пропылесосил. Ну вот же еще грязь. Ну вот. Как вообще это называется? Скажите мне, пожалуйста. Так, а ты, короче, иди поиграйся в воде. Потому что что-то ты вообще не очень. Так, ты внимательный. Ты попылесосил. Ну ты не пропылесосил вообще ничего. Это что? Видимо, оно после долгого такого загрязнения, оно как-то малой проснулся. У него есть еда. Все есть, все есть. Что ты наблюдаешь картину, вместо того, чтобы пылесосить? Да, я знаю. Тебе все это не нравится. Нам надо привести свой дом в порядок. Давай пылесось. Он с котеночком общается, да? Давай, пылесось. Может, правда, после этих нескольких... А что ты пришла? Ну, выбрасывай мусор, нет? А потом иди проверь карманы. Ты же все поубирала? Давайте проверим. Да, она какая, молодец, слушайте. Так, а что ты хочешь, с малым пообщаться? Нет, не надо пока общаться с малым. Что? Ты себя так и не стал лучше чувствовать, да? У него невыносимо... А, это она в карманах, кстати. Проверила в карманах. Тогда иди пылесось. Он напряженный. Я знаю, все мы напряженные. Ну вот папа старается. Видите, пылесосит. Занимайся, пожалуйста, стиркой в корыте. Это немножечко снимет напряжение с тебя. Так, он старается. Он пылесосит. У него уже на самом деле все хорошо. Он же супер внимательный. Лоточка, конечно, в этом месте не очень смотрится. Но что поделать. Другого места у нас пока нет. Нам нужно еще как-то впоследствии присоединить туалет с ванной. Так, ну подождите, опять. Опять нет. Опять не смотри, пожалуйста. Проверь, пожалуйста, уровень пили... Пыли, расскажи. Вот мне кажется, или он еще недостаточно пропылесошенный. Пропылесосит. Пропылесошенный. Правильно же? Склонять. Склоняюсь. Так. Этаж грязный. Отлично. Пылесось, пожалуйста. Продолжай. Так, мы третий раз будем пылесосить. Как вы думаете, у нас это удастся? Почему ты отменил это действие? Расскажи мне. Пожалуйста. Ты там застрял? Он там застрял. Так, она тут стирает. Где малой носится? Так, малой играется. Почему он не в доме и все равно он напряженный? Пропали, пожалуйста. Ну, уже ты можешь поливать нечего. Печалька. Может, это можно? Нет, Павел. Ну, пропали хотя бы. Ничего не надо поливать. Это серьезно? Странно. Так. Давай. Пылесось. Я в тебя верю, Бенедикт. Мы все в тебя верим, честно. Что ты сможешь привести этот дом в порядок. Не, ну, конечно. Если сильно засрали дом, то да. Тут один раз пропали сосед не удастся. Ралкой нельзя полы помыть. О, малой есть. Смотрите, как он смешной ест. Он прям лапами туда залез. Хороший такой. Какой хороший. И сразу упал такой. Объелся и упал. Да? Так. Стоп. Стоп. Ну, опять нет. Ну, вот опять нет. И опять он хочет посмотреть на эту картину. Что это такое? Так, давайте еще раз. Проверяем уровень пыли. И сразу пропылесось. Как бы сразу. Что ему эта картина далась? Ну, серьезно. Давай пылесось дальше. Так, четвертый раз мы пылесосим. Может, у нас баг, конечно, произошел. А что у нас тут течет? Мне кажется, что-то где-то сломалось. Повесить на веревке. Нет? Мне кажется. А, это дождик, наверное, идет. Точно. Мы, конечно, постирали белье в дождь, но такое. А еще, как видите, у нас тут лис полно. Вот мульон лис и ни одного кролика. И полно кроликов у нас до этого было. Вот что это такое вообще? Как это называется? Расскажите мне, пожалуйста. Пожалуйста. Ну, что у нас тут с уровнем пыли-то? Слушайте, ну не становится светлее как-то. Так, ты уже хочешь кушать? У тебя уже все плохо? Да. Так, слушайте, ну она... Так, подождите. Здесь кто-то же нахождение в пыльной обстановке. Ладно. Грязноват. Почисть, пожалуйста, хлев и пополни кормушку. Поухаживай за животными. Так, почисть курятник и... О, нет, собирать яйца не надо. Рассыпать корм. Так, ну сейчас мы разберемся с уборкой. И тогда заведем еще животных. Потому что сейчас пока... Ну, это Бенедик должен собирать все, доить и так далее. Чтобы потом не перекладывать туда-сюда всю еду. Мне кажется, это будет неудобно. Так, четвертый раз. Слушайте, ну вроде да. Но у нас пыльный кролик, блин, появился. И опять он идет эту картину смотреть. Ну что это такое? Удобрение. Это шикарно, на самом деле. Нам нужно это удобрение. Давайте сразу его перекинем. Жизненные соки. Вот мы постоянно теперь находим. И за счет этих... А где? Мы, кстати, продать можем. Давай, продай, пожалуйста, его. Так, а где жизненные соки-то? Еще не попали, видимо, к ней. Пылесось дальше. У нас тут пыльный кролик появился, между прочим. Давай, пылесось. Пылесось. Ну, слушайте, становится посветлее, как-то получше. Но пятый раз... На пятый раз, я надеюсь, уже все будет. Вот тут, мне кажется, еще есть. А потом проверю уровень пыли, наверное. Вот так надо сделать. Так, подождите. Может быть, она у нее появилась? Да, появилась. Так, она целых 50 миллионов стоит. Вы представляете? Просто за счет того, что мы свою коровку чистим. Это хорошо. Это прям полезненько для нас будет. Это полезненько. Они уже все голодные, конечно. Так, ага, она убирает все. Молодец, какая девочка. Хорошая она у нас. Молодец. Так, все курицы уже начали укладываться спать. А где малой-то ходит? Тут уже поздно. Слушайте, темно, поздно. А она там все полит. Да, у него уже хорошее настроение. Ему понравилось. Я тоже помогаю. Помощь в огороде. Вдохновление. Так, ну пусть он спать ложится. Я думаю, ему пылесос не помешает. Хотя тут дверей нету, конечно. Так, а ты, милочка? Ой, ты хочешь есть? У тебя там еще куча всего. Ну вот, совсем закончишь. И тогда, мне кажется, что там что-то есть у нас. Нет. Заказать доставку. Отлично. У нас ничего нет. Ну сейчас Бенедик тогда допылесосит. И приготовит что-нибудь, если честно. Наверное, так поступим. Доброе утро. Вчера был очень напряженный день. И мы успели, на самом деле, только немножечко поубирать. И Бенедикт шестой раз пропылесосил. Я решила вам это уже не показывать. Животных мы не завели. Поэтому я это просто все перенесла на сегодня, точнее. Сейчас мы будем этим заниматься. Заодно высаживать растения. Посыпать их новым удобрением, которое мы в избытке теперь нашли. Что меня не может не радовать. Потому что тыквы у нас будут большие-большие. Это так классно. Вот у нас там Бенедикт чинит нашу раковину. Потому что там с ней коллапс случился. Дети уже ушли в школу. У нас тут лисы бесконечно гуляют. Ой, там у нас сейчас счета будут. Эх. Эх, понедельник же я забыла. Так что не факт, что мы сейчас кого-то много купим. Потому что у нас счета сейчас будут гигантские. Так, подождите. И сегодня по расписанию теста Бенедикт младший нервничает. Так что абсолютно не забывает. Все, забывает даже... Нет. Делает глубокие вдухи, короче. Так, что у нас тут? Ой, кошмар какой. Какие у нас счета. Так, он, по-моему, стал отличником. Ну ладно, у нас есть. Ламу мы не заведем. Что там телефон разрывается? Я забыла про счета. Да уж. Что? Опять он спит. Что это за кот такой? Почему он так смешно спит? Это же невыносимо просто. Так, а лама стоит, по-моему, 300, да? Шимолеонов? Интересно, они типа высохли? Нет. Наверное, нет. Так, ладно. Сегодня мы не заведем ламу. Мы можем только, кстати, птенечка завести. Грязновато. Мы можем купить кур. Но в этот раз мы заведем не курочку, а петушка. И непонятно, в кого он вырастет. Черный, белый, рыжий. Давайте заведем. Он стоит 107 миллионов. Нам как раз хватит. Так. Что он там докушивает? А это тоже сломался, что ли? Нет, не сломался. Тут тоже грязновато. Все надо, короче. И у нас опять, блин, идет дождь. Что это такое? Отправить. Ну, помой, пожалуйста, ее. Просто какой-то дождливый этот... Так, отстань от меня. Дождливый челлендж. У нас все время идет дождь. Просто все время идет дождь. А еще у нас, кстати, осень. Так, что-то я... Медленно все происходит у нас. Кушает долго. Но, наконец-то, он нормальную еду, кстати, кушает. Я же вчера приготовила блинчиков. Они все поели. У нас, кстати, закончилось. Надо еще что-то приготовить. Точно. Я вспомнила. Аж съехала. Я вспомнила, что надо же приготовить. Сейчас дети придут. А есть-то нечего. А еда только у Бенедикта в этом... Ну, в его... Так, слушайте, мы теперь все время будем получать это удобрение. Мы всегда можем его продать. А наша курочка, точнее, петушок, маленький петушок наш вышел. Всего три или четыре дня, и он будет молодым петухом. Мы можем разводить коров в итоге. Сможем, по крайней мере. Так, все, они тоже вышли. Хотя вот в дождь наша корова не всегда выходит. Где он там долго ходит, а? Что он там носит? Что-то? Мусорка. А, у нас же тут вот мусорка общая, типа. Без нее никак. Так, наше белье под дождем, конечно. Долго будет. Долго оно будет пытаться высохнуть. Так, ну, коровку мы, этот, пообщайся ее, погладь, пожалуйста, а потом подои. А потом надо привести в порядок наш курятничек, потому что он, по-моему, грязноват, да? Грязноват, грязноват. Почисть курятник. У нас целых семь яиц, слушайте. Собери яйца тогда. И рассыпь корм вокруг. Это самое удобное. Шесть бутылок молока. Он такой весь убежный, такой тук-тук-тук. Так. Короче, мы каждый раз теперь будем получать это удобрение, и круто. Я рада. Я начинаю немножечко лучше себя чувствовать. Что ты хочешь? У тебя настроение испортилось из-за этого. Я понимаю. А, ты грязный. Ну, сорян. Я считаю, что можно заканчивать на этом кадре. Он прекрасен. Может, что-то случилось? Ну, ладно. Сейчас я разберусь. Я считаю, это очень эпично. Я предлагаю на этом закончить. Но, в принципе, на самом деле, всё начало налаживаться. Да, мне пришлось пойти немножечко иначе. Я разрушила свои собственные правила. Но я их сама создала, я их сама разрушила. Ну, как бы. Я им дала кредит. Потому что, на самом деле, очень тяжело. Было слишком тяжело. Игра и челлендж должны доставлять удовольствие, а не тонну стресса и переживаний. Я считаю, что это самое важное. Вот. Поэтому вы уж меня простите. Но вот так вот я выкрутилась из ситуации. Но в жизни такое возможно. Кредиты дают практически всем какие-нибудь быстрые деньги. Ну, давайте тогда вместо 10 тысяч они заплатят 11 за счёт того, что они взяли рассрочку. А не кредит. Ну, вот так вот. В общем, сейчас он приведёт себя в порядок. Мы всё-таки купим ламу. Я очень сильно хочу, на самом деле. Если мы сейчас продадим яйца, молоко и всё такое. У нас там, по-моему, ещё какие-то овощи созрели. То у нас будут деньги. Я думаю, что в следующей серии мы уже будем приводить в порядок ламу. Тем более, что у нас зима близко, повторюсь. У нас дожди тут бесконечные. У нас самый дождливый челлендж, я считаю. Вот. Поэтому нам нужно больше животных. Вот мы петушка завели. Всё-таки мы ещё пару курочек возьмём. Ну, короче, укомплектуем как минимум один курятник полностью. Я так предполагаю. Вот. Что как раз мы это сделаем. И всё будет окей. Мы сможем выжить в эту зиму. А вот с растениями, да, не очень получится. Но у нас теперь много удобрений. Всё, мои хорошие. Подписывайтесь. Ждите следующей серии. Я её тоже очень жду. До следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok